Не могу вас не спросить, позабавил всех Путин своим вояжем в Дагестан, уже все опять начинают сравнивать фотографии там в интервью до, тут он после. Ну, конечно, самое яркое бросившееся в глаза это его не совсем адекватное, что ли, ну или непривычное для него поведение, когда он начал целовать людей, обнимать их. Ну, то есть у всех на фоне Макрон сидящий там за 30 метров, или там Шойгу сидящий там тоже на расстоянии, а тут, значит, прямо обнимал, целовал, как родных прижимал груди. Что случилось? Не доработали политехнологи? Или это он, но просто немножко стрессанул? Что произошло? Да нет, это я готов целовать Дербент, по которому ты ходила. Нет, ну это настолько уже издевательство, настолько уже не похоже. Ну, даже он сам был, ну, совсем уже не похож. Ну, то это уже просто какая-то подстава явная такая. Даже были мысли, ну, это правда, честно, тоже ерунда. Кто-то предложил мысли. Они специально ли уже в администрации подставляют Путина, специально выставляя непохожего, абсолютно заставляя этого двойника вести по-идиотски, нереально и так далее. Да нет, все уже знают, что, ну, хорошо, ну, есть двойник, окей. Ну, была в программе Путина поездка в Дербент заложена давно до Путча. Ну, просто потому что, знаете, даже не потому что похож, не похож, а потому что, ну, представьте себе, тебя только что чуть не свергли. Только что у тебя захватили европейскую часть почти всю. И ты на следующий день что? Едешь в Дербент укреплять экологический туризм? Да ладно, ну, перестаньте. Ну, это же ерунда, просто чушь собачья, да? Поэтому просто ахинея. Это как бы, это называется, а двойник работает на другой отдел. Так как другому отделу приказов не давали, то решили, что Дербент тоже сойдет, почему бы и нет. Тем более, что ему надо было, ну, чем занимаются те, кто пытаются спасать лицо Путина? Вот прям Макрона надо начальником поставить, он же пытался там лицо спасать. Вот они пытаются показать, что он везде, он силен, он со всеми, там, с силовиками, видите, и в Дербенте, он живой, не больной. Ну, вот, все пытаются доказать. Ну, поздно уже, уже неважно, какой он. Просто никто, раз он сбежал, то уже неважно, он может быть здоровый, везде или больной. Важно, что он сбежал во время Путина. Все, это конец, это точка в его политической карьере была поставлена, когда он сбежал из Москвы. Ну, а вы думаете, он был на Валдае, в Питере или вот эта версия с яхтой, на которой он отдыхал в это время? Нет, я знаю, что я понимаю, что он, я верю, что он прятался. Какая яхта, это все ерунда какая-то. Он просто где-то прятался, я не знаю где. Ну, где прячутся обычно, да, в случаях военных мятежей, вот там он где-то и прятался. Где он обычно прячется, там и прятался. Он просто сбежал от ужаса, понимая, что сейчас его поймают, его убьют, и все, конец наступит, его возьмут в плен. Поэтому он сбежал. Это первое действие рефлекторное, сбежать. И оно показало главное. Оно показало главное не только про него, а про всю российскую верхушку. Ценностный ряд этих людей, да, в ценностном ряду нет, как выяснилось, либо очень низко стоит слово Российской Федерации. А есть слова личная жизнь, есть слова деньги, есть слова, не знаю, какие еще интриги, может быть, да, потому что сбежать это еще и часть интриги некой. Но ни у одного из них не возникли мысли о родине. Вот ни у одного, но ни один из них не вышел со словами, значит так, Россия, мы сейчас тут и так далее. Все, никто, ни один из них не возглавил, ведь никто не возглавил сопротивление Пригожину. Никто. Ну, даже сейчас задним числом. Даже сейчас задним числом. Что говорит там Золотов? Ну, мы как раз собирались в Москве, потому что не всю же Россию нам защищать. Шойгу вспомнил, что он вообще-то министр обороны должен был что-то там как бы делать вдруг. Он вспомнил сегодня, да, вы заметили? Сегодня. Сегодня прошло после окончания мятежа 9 дней. Вот, это прям поминки, да. На девятый день пришел Шойгу. Сказать, что это он, оказывается, подавил мятеж, понимаете? Но на девятый день это было. До этого никто тоже не видел. Поэтому ни у кого из них в приоритетах не оказалось России, а это, ну, это конец. Ну, в смысле, ну, не может быть. Это видит весь мир, и вот Данилов про это пишет, и все пишут, и ну, что теперь? Вот как теперь какой-то диалог с ними вести? С кем из них? На какую тему? Договориться о будущей судьбе России? Так она их не интересует, понимаете? Она их не интересует. Вот, заметили, помните, сразу после путчи, стали, когда вот выяснилось, что о чем-то договорились с Пригожиным, но озвучено было только, что Пригожин ходит в Белоруссию. Больше ничего не было озвучено. Было непонятно, о чем там, договорились, не договорились. Я помню, что многие спрашивают, ну, что вы думаете, сейчас снимут Шойгу? Я каждый раз такой в смысле, почему сейчас снимут Шойгу, что случилось? Ну, как, ну, Пригожин договорился, что снимут Шойгу? Какая разница, Пригожин, ну, кто министр обороны России? Если он ушел в Белоруссию, да ему наплевать абсолютно. В смысле, какая ему-то разница? Вы что, всерьез думаете, что у него прям это было политическое требование? Уволнует судьба России, поэтому надо там Пригожина заменить? Да какая разница? Или если бы Пригожин захватил власть? И говорят, о, если бы он захватил власть, было бы хуже. Ведь он же призывал вести войну до победного конца, призывать еще 200 тысяч солдат. Я говорю, подождите, это он говорил, чтобы захватить там власть в России. Когда он придет, ну, зачем ему Украина? Зачем ему 200 тысяч солдат? Зачем ему иммобилизация? Ему все это не надо сразу, в ту же секунду становится. Вот же, что важно, понимать, какие ценности становятся потом. Заворачивание вот этих историй на Беларусь приводит сразу кучу конспирологических версий о том, что Россия вместе с Путином, с Лукашенко хотят выдвинуться прямо в Европу. Вот то, что прислала наша зрительница в Литву, например, или на Польшу напасть. Мы слышали уже там из России заявление о том, что давайте превентивный ядерный удар по Польше нанесем. И все это можно было бы так, улыбнуться, упомянуться грустно, искать, какой еще один фронт. Куда? На НАТО вы хотите реально полезть? Но при этом параллельно одновременно в Киев приезжают и президент Польши, и президент Литвы, и с Владимиром Александровичем садятся втроем. И это наводит на некие мысли, что, может быть, это неспроста? Не, ну что, это тоже, знаете, взять, пойти наступать на Европу, мысль была. Естественно, она была у Путина в начале этой войны. Ему для этого Лукашенко был нужен только как территория. Ну, возможно, он пытался его как-то использовать. Это все обсуждалось, я думаю, всерьез, когда они говорили про Суваловский коридор. Когда мы последний раз слышали слова Суваловский коридор? Я думаю, что уже год назад. А год назад слышали об этом каждый день. Просто каждый день всякие политики российские, Суваловский коридор. Путин собирался ехать в Гродно, чтобы лично смотреть на Суваловский коридор. Потом поехал туда Лавров вместо Путина. И там встречался этот, господи, как его, Лукашенко с Лавровым на эту тему, да? Вот они сидели прямо возле коридора и смотрели, рубить им в окно Европы или не рубить в Калининградской области. Но все это уже забыто, полностью проехано, потому что для того, чтобы делать что-то там, как наступать в Европу? Кем? ЧВК Вагнером? Десятью тысячами человек, двадцать пятью тысячами человек. Ну, насколько это все, через сколько это закончится? Через час? А через сколько будет нанесен дар по Москве? Через два часа? Ну, вот вопрос. А он будет нанесен сразу? Это же не будет сомнения. Поэтому нет, сейчас они в этом смысле в безнадежном положении. Сейчас они максимум... Ну, на Молдову не могут напасть, потому что не достанут. Поэтому я даже не знаю, на кого они сейчас могут напасть. Только на Грузию больше вообще никого не остается. Ну, кого-нибудь с кем бы они граничили. Потому что напасть на Азербайджан себе дороже. Тогда тоже Москву будут бомбить через час. Поэтому как бы им больше не на кого. Они бы хотели напасть на кого-нибудь другого, чтобы про эту войну забыли. Только не на кого больше нападать. Вспомнили вы про Грузию. А я вспомнил сегодня, публиковали фотографии, точнее, скриншоты, видео, участие по видеосвязи Михаила Саакашвили. В судебном заседании его видели. Да, видел, конечно. Очень плохо. Я думаю, наши зрители тоже видели. Он выглядел, ну, потерял половину веса физически. И он просто на грани истощения. То есть там это уже не просто исхудавший. Там уже просто кожа до кости. Как думаете, есть надежда, что Михаила, не знаю, в каким способом, по какому сценарию, но он окажется на свободе? Я думаю, что если бы западный мир по-настоящему, Америка и Европа, захотели бы получить Саакашвили. Ну, в смысле, как бы, выменить, грубо говоря. Не на кого-то, а просто получить себе Саакашвили. То у них бы хватило инструментов давления на Грузию. Если бы это был вопрос наивысшего приоритета. То есть, если бы это был вопрос наивысшего приоритета в отношении с Грузией, то просто перекрыв Грузия, по-моему, я не знаю, как сейчас. Ну, вот я помню, что это было пару-тройку лет назад. Грузия была, да, когда еще перед тем, как Афганистан, значит, перед выводом войск американских из Афганистана, Грузия занимала второе место в мире по иностранной помощи. Второе место в мире. Вот все эти USA и так далее. На душ население сегодня, на душ население. После Афганистана второе место в мире. Потом Афганистан как бы выбыл из этой борьбы, как бы, по известным причинам. Я не знаю, продолжается ли такая же помощь сейчас. То есть, это данные 2020 года, скажем так. Прошло три года с тех пор. То есть, Грузия страшно зависит от всего этого. Страшно зависит. Если просто вот почему-то Европа и Америка сказали бы, нет, значит, так, мы вам все останавливаем, пока вы не выдают Саакашвили, не выпускаете. Они бы освободили, я думаю, его. Просто им было бы некуда деваться. Это была бы государственная катастрофа и государственная гибель. Но, видимо, значит, нет такого прямого требования. Его просто не существует прямого требования. Ну, и мы же не слышим каждый день заявление о свободе Михаила Саакашвили. Вот заявление о свободе Навального мы больше слышим, чем о свободе Саакашвили. Потому что, извините, сейчас страшную фразу скажу, не все так однозначно, значит, получается, с точки зрения западного политика. Не все так однозначно, что он является ли он политзаключенным или не является. Вот для Запада это неоднозначно. Потому что, может, он действительно там, находясь на посту, что-то там совершал. То, что дальше он так выглядит, если я правильно понимаю, это же он объявил голодовку, правильно? Нет. Нет-нет-нет. Нет, в начале, когда я оказался в тюрьме, да, там действительно он несколько раз даже объявил голодовку. Но это последствия все не голодовка. Это же болезнь. Как говорят его адвокаты, что его довели до такого состояния в месте, где он находится. Ему нужна медикаментозная уже решение, что просто так не рассосется. Просто это единственный способ. Единственный способ, так сказать, освободить его, по-моему, это тотальное давление со стороны США и Европы. Почему они на это не готовы? У меня нет данных, чтобы с вами поделиться. Но очевидно, что они об этом разговаривали. Я уверен, что это обсуждалось на каких-то высоких встречах. И почему-то не принято такого решения бороться за его освобождение по-настоящему. Почему, я не знаю. Соединенные Штаты, Михаил, спрошу вас. Соединенные Штаты, которые Украине помогали, помогают и будут уверены помогать. На ваш взгляд, могли ли темпы этой помощи быть другими? То есть могли ли они делать это больше и быстрее? Если могли бы, то почему не делают? Мы признательны. Мы понимаем, как было бы сложно без этой помощи. Это не просто сложно, это было бы невозможно практически. Но если бы Америка хотела решить вопрос нашей победы быстрее, она могла бы это сделать? Мы не можем рассматривать этот вопрос в вакууме, правильно? Мы должны рассматривать весь комплекс всего, что происходит. Поэтому мы говорим, могла бы Америка. Америка же не один человек такой, который либо может, либо не может. Ну или там Америка такая женщина, стоит в татуе свободы. Может помочь, может не помочь. Не так. Америка – это некая система. Вот как технически, а дальше, когда смотрим на эту систему. Есть ли у этой системы больше танков, чем они нам дают? Есть пушек, есть, не знаю, хаймарсов есть больше, чем они нам дают. Могли ли они раньше дать нам танки или F-16? Могли. Но это как, когда мы смотрим на чисто хозяйственную составляющую, то есть что есть на складе или нет на складе. А теперь смотрим на какую? Политико-экономическую составляющую. Тут нет, не могли, потому что вся бюрократическая машина Соединенных Штатов, она построена так, чтобы не принимать необдуманных и слишком поспешных решений, чтобы вести себя взвешенно, чтобы учитывать, что произойдет не только через месяц, но и через год, и через пять, чтобы интересы США были выше интересов Украины, например, в любом случае. И это же логично, что для Америки интересы США выше, чем интересы Украины. Понятно, что в интересах Украины победить Россию сегодня, вот прямо сегодня победить, разгромить, уничтожить всю российскую армию, это прямой интерес Украины, и не потерять ни одной жизни нашего солдата. А у США нет такого интереса. У США другой критерий. У нас критерий победить, сохранив жизни украинцев. У них критерий, да, победить Россию, ну, тоже решение, которое они долго принимали, но приняли. Да, победить Россию, но наиболее безопасным способом для Соединенных Штатов Америки. Вот и главный критерий. Наиболее безопасный способ для США. И они решили, что для них более безопасный способ, это на медленном огне, так сказать, жарить эту Россию, потому что тогда постепенно все будет от нее отваливаться. Сначала развалится государство на территории РФ, оно уже развалилось, потому что его жарят на медленном огне американцы с союзниками. Потом еще что-то, еще что-то отвалится, еще что-то отвалится. Нам это обходится в годы войны, нам это обходится в кучу жертв. Кстати, если говорить про экономические потери, они нам будут компенсированы. Просто хочу всех успокоить. Вот абсолютно уверен, что если мы победим в этой войне, вот важно победить еще, да, в той или иной степени даже, не обязательно на 100%, то мы можем забыть про то, что мы брали какие-то кредиты в это время и так далее. Это все будет прощено, списано, забыто, и вообще нам не придется ни с кем расплачиваться. То есть это не вопрос денег. Все эта история про помощь нам, это для США не вопрос денег. Это как бы то, что они там за одну минуту печатают у себя в Федеральной резервной системе. Ну, может, за час. То как бы они нам, грубо говоря, дали. То есть это не финансовый вопрос. Вопрос безопасности национальной США. Они видят, что вот помогать нам таким способом безопаснее, чем сразу завалить нас всем оружием. Ну, потому что, да, действительно, слушайте, ну, давайте посмотрим на всех этих Путинах и всю эту банду. Давайте тоже попробуем сами себя вообразить, как будто мы не в Киеве с вами. Мы-то в Киеве, но попробуем вообразить, что мы в США какие-то такие, да, сидим. А нет, даже что мы, знаете, кто? Я начал попробую посмотреть на российских вот этих чиновников, на топов, на топов. Вот те 20-30 человек, которые принимают, влияют на принятие решения. Все эти совет безопасности, там же сидят какие-то много разных еще статистов. И вот если им сказали бы в первый же день, что США, значит, прямо сейчас отправила 10 авианосцев, и все авианосцы загрузила самолетами F-16, вертолетами, там, не знаю, Черная Пантера или что там бывает, вот, всеми этими Хаймарсами, ракетами томогавка загрузили, значит, вот, и все это едет в Украину, потому что все это будет выложено в Украине, и Украина начнет томогавками по Свердловску, там, по Владивостоку все это херачить. И понятно, что Украина прямо сейчас победит, ну, что правда, при таком соотношении сил. Они бы могли применить атомную бомбу? Могли бы, ну, прям могли бы. А теперь, когда все это то же самое, только растянуты уже на полтора года, такие, а, ну, что там, не, ну, еще и атакамсы, да, ну, ну, а что теперь, только вот из-за того, что вчера не было атакамсов, сегодня, подождите, мы применим атомную бомбу из-за того, что они поставили атакамсы? Ну, как-то нет, правильно? И постепенно они такие вот размяли эту структуру. Нам это, может, с вами не нравится, мы требовали от них другого и просили от них другого. Но это тот путь, который они выбрали, и что мы с этим можем поделать? Ну, вот такой. А на ваш взгляд, у них есть уже четкое видение, какое они хотят видеть Россию после победы Украины? Я думаю, что у них мнения расходятся. Вот тут как раз тот случай, что Америка-то большая, и я думаю, что мнений прямо несколько. И я думаю, что как минимум большинство, двупартийное, видит эту территорию точно безъядерной. Вот это для нас главное. Это для нас главное. А вот дальше видят ли они это единой страной, не единой страной. Вот там все, я думаю, очень много разного. Да даже вплоть до того, что путинский режим они хотят разбирать или пусть остается. Конечно, они не будут вести диалог с Путиным больше, он для них потерян как персонаж. Но вполне допускаю, что большинство, кстати, людей, большинство вот этих людей там в Вашингтоне спокойно будут вести диалог с какими-нибудь людьми, с которыми мы не согласимся. Хотя нет, вот здесь нет, здесь сам себя поправлю. Все-таки они будут готовы, наверное, разговаривать только с тем, с кем мы будем готовы разговаривать. Вот прям так, да? Вот если мы скажем, ну наш политический вопрос скажет, а вот с Мишустином мы готовы садиться за 100 переговоров. Им нужно будет подобрать такого человека, американцам я имею в виду, который устроит Украину, как ни странно. Не заметьте, не тот мирный договор, который устроит Украину. Нет, тут нас будут выторговывать, тут будет по-разному. Но вот персонаж понадобится такой, который всех устроит как разговорный персонаж. Да, но для этого куда-то должен деться Путин. Это технический вопрос. Как правило, такие люди деваются в такие ящики, есть деревянные, размером 2 на полтора, 2 на полметра, и как правило, ничего страшного вообще. Никто сильно о них потом не вспоминает. Это вопрос технический. Нет, может быть и другой сценарий для него. Мы же про политику разговариваем, куда они делают лично Путин, это вообще не важно. Важно, что так как он, смотрите, такая большая территория, одна седьмая часть суши, правильно, по-моему, Россия. Ну, что-то такое. Шестая. Ну, нет, шестая это был СССР, а тут, по-моему, там, одна седьмая. Я просто не знаю, сколько сейчас осталось. Она не может быть долгобесхозной, так не бывает. Пространство, природа не терпит пустоты. Поэтому там должна возникать какая-то государственность, это все понимают. А государственность под названием Путин уже не устраивает никого в этом мире. Ну, правда, вот реально. Я думаю, что после Путча еще и китайцев не устраивает. Ну, уже никого не устраивает. Ну, китайцы же тоже увидят, что он ничего не контролирует. А им зачем такой партнер по переговорам? Поэтому Путин для них прям вот отыгранное что-то. И поэтому Путин не вопрос. Проблема не Путин, вот так скажем. В Украине внутри, вот я вас как политехнолога хочу спросить. Сейчас все больше, вот особенно телеграм-каналы любят этим решить, разгонять, что вот тот штаб там, тот сказал, тот готовьтесь к выборам. И ты задумываешься, какие выборы. В Украине выборы, ну, военное положение, война. У нас есть сейчас большая угроза, которую надо победить сначала, а потом говорить о выборах. Но вот в этой кухне сейчас все больше муссируется эта информация. О каких-то призрачных выборах, что вы думаете по этому поводу, когда в принципе в Украине правильно было бы проводить выборы, что президентские, что парламентские? Значит, как сказано у Булгакова, враги-интервенты. Это все, кто говорит про выборы, это враги-интервенты. Ему запустили, естественно, россияне про эти выборы. Еще каким-то способом, я не знаю, как эта еще история пошла, с какой-то, видимо, российской легкой руки, по-другому я придумать не могу. Вот от этого голландского человека, который в ПАСе занимает какой-то там пост председателя чего-то там, не помню чего. Он от Нидерландов в ПАСе работает. Он вот эту фишку запустил, что Украина прямо обязана провести выборы любой ценой и так далее. И Россия, конечно, это все российские агенты, которые это делают. Ну, имеется в виду по миру. А дальше здесь только безответственные политики. Вот в Украине существуют же безответственные политики. Не может быть, что все политики ответственные. Есть еще и безответственные. И тут главное самое, чтобы, вот знаете, я сегодня видел такую штуку, кто-то просто прислал в Телеграме, я не стал даже звука включать, это же не важно. Но помните, был такой Кива, да, Кива его звали, правильно? Да, да. Он же был официальным кандидатом президента Украины. Официальный кандидат президента Украины. И он собрал сколько-то голосов как кандидат президента Украины. Я прямо подозреваю, что много. Ну, в смысле, это не тысяча, а там сколько-то. Я не знаю сколько. Не помню. И вот сейчас он на российском телевидении, во время войны, на каким-то там пропагандистских каналах, что-то там вещает. То есть тысячи людей, а скорее всего десятки тысяч, я думаю, голосовавших за этого сам по Киву когда-то, да, обманулись. Понимаете? Обманулись. Вот. Когда это было-то? Всего лишь в девятнадцатом году. То есть не так давно. Вот. Это было все не так давно. И, ну, виноваты ли эти люди, что они обманулись? Нет. Ну, потому что, ну, как? Человек не защищен от такого дела, когда его так вот обманывают, потратив миллионы долларов, развесив огромное количество билбордов. А этого Кивы билбордов висело очень много. Вот ехал, я помню, по трассе на аэропорт когда, на Борисполь. Там все время этот Кива висел. Очень много его висело. Вот. Ну, кстати, пять тысяч восемьсот шестьдесят девять голосов. Да, вот пять тысяч восемьсот шестьдесят девять голосов, значит, было за него подано. Это я сейчас проверю. Вот. Вот сейчас, мне кажется, любой человек, который вам говорит, что надо провести выборы, он тоже как бы враг, получается, в конце концов. Или работает на врага. И он может оказаться когда-нибудь через пару лет вот там, в студии, в Останкино. Это не означает, что он сегодня русский шпион. Сегодня он, может быть, искренне заблуждается. Но это прямая дорога оказаться вот там. Потому что, во-первых, это только враги нам могут пожелать, чтобы мы тут начали устраивать выборы, когда у нас большей части населения в стране нет. Кто-то, ну как, на месте нет, да, на месте. Кто-то эвакуирован в Европе, кто-то эвакуирован между городами просто. Вот вы все время рекламируете мой канал, что на канал Штреман подписываетесь. А я вот сегодня шел по городу, да, подходит ко мне сначала женщина с дочкой и попросила сфотографироваться. Они из Мелитополя, да, понимаете, Мелитополь. Они в Киеве. Я прохожу потом 100 метров, ко мне подходит тоже семейная пара. Здравствуйте, мы из Мариуполя, ваши зрители. Вот еще одни люди. И так просто весь город тоже в Киеве, половина людей, я думаю, это люди, приехавшие вот сегодня, на сегодняшний день половина населения Киева, это люди, приехавшие с оккупированных территорий из-за последнего, тех, кто оккупированных сейчас. Вот. Кто будет голосовать? Где? А бойцы на фронте вообще, они тоже там должны голосовать? Что это за ерунда? И все это время там какая-то агитация должна идти? Какая чушь? Где все будут друг друга наезжать там за что-нибудь и обвинять в каких-то нехороших вещах? Нет, конечно, только национальное единство. Где в истории такое было? Где в истории были в демократической стране выборы во время войны? Где? В Британии? В Британии. Ну, слушайте, ну где вы возьмете еще более колыбель демократии, да, кроме как Британии? Там не было выборов во время Второй мировой войны. Там были до Второй мировой войны и сразу же после. Закончили, тут же провели выборы, не вопрос. Поэтому в Украине выборы должны быть сразу же, ну, в соответствии с Конституцией, через там три месяца, по-моему, да, или сколько-то, после отмены военного положения. То есть закончили мы воевать, отменили военное положение, подписали что-то там, скорее всего. Отменили военное положение, через три месяца выборы. И, кстати, по... Ну, это уже... А нет, это уже другой, там был вопрос другой, не про то, проводить ли выборы. А хотите ли вы смены президента, да, у нас 80% не хочет смены президента. А вот Верховная Рада хочет, две трети хотят сменить Верховную Раду. Но все после войны, да. Поэтому это, конечно, нас пытаются расшатать, дестабилизировать вот такими заявлениями. Субтитры создавал DimaTorzok